еще раз привет здравствуйте ну что телезрители или как там наши зрители дня нам не хватило сейчас второй день утро сколько там 99 часов утра мы с василием опять на ревуне и перейдем немножко к другой теме я хочу тебе позадавать вопросы как вот которые стояли передо мной два года назад 3 то есть у меня была масса вопросов я смотрел сверху на ревун и вопросы роились в голове как понять что допустим я готов вообще выйти после бассейна на бурную воду и какой класс с какого класса мне сложности начать такой широкий вопрос широкий вопрос ты мне задал задал я думаю что процессе просто занятия нашим замечательным видом спорта ты сам поймешь готов ты или не готов я рекомендую просто побольше кататься на лодке как бы побольше тренироваться просто обычный путь с физически путь такого каякера это ты видишь летом как люди катаются на лодочках осенью начинаешь об этом думать навязчивая идея тебя как бы в голове крутится находишь бассейн приходишь в бассейн занимаешься с клубом но это в идеале и вот наступает весна поводковые реки средняя полоса россии обычно это поводок друзья поехали с нами ты приезжаешь видишь бурлящую воду видишь огромные потоки друзья говорят фигня пойдем продавит а ты стоишь и думаешь может домой поехать как в этот момент что нужно сделать послушаться друзей или просто выждать покататься какую-то слабую секцию как ты думаешь ну весна это вообще адское время она с одной стороны адская для каякера с другой стороны веселая потому что очень весело народ после зимы проснулся начал плавать весной всегда все очень тяжело на тебе очень много одежды твое тщедушное жирное тельце еле-еле управляет лодкой вода холодная тебя сильно колбасит иногда убивает ну я думаю что в первую очередь нужно эти знания устаканить и сделать такой некий фундамент этих знаний то есть у тебя должно быть очень хорошо отточено все элементы которые можно выучить в бассейне это эскимосский переворот азы управления лодкой потом ты более менее должен управляться с лодкой на струе на небольшой струйке то есть сразу после бассейна приехать на ремонт я думаю что это будет очень весело для друзей но довольно травматично и второй вопрос который будет тоже крутиться у речка в голове я думаю у вас такой вопрос не стоял потому что снаряжение в свое время вы просто брали что есть сейчас выбор огромен там есть куча бушного нового реже снаряжения разного что нужно делать читать обзоры спрашивает друзей или смотреть рейтинги в интернете как вот твое мнение сосуд же с высоты прошлых лет или вообще настолько ли важно вот это базовое первое снаряжение или просто чтобы была лодка весло и главное кататься но я думаю что налет часов важен в любом деле и я думаю что минимальный набор у тебя должен быть чтобы ты не занимался попрошайничеством то есть снаряжение должно быть личное для себя я расставил такие приоритеты в первую очередь у тебе у тебя должно быть три элемента снаряжения личных это в первую очередь лодка это должно быть хорошее весло желательно композитная и хорошая юбка которую не срывает все остальное конечно тоже важно но она ну не в первое не влияет на технику до влияет на технику да то есть спа жилет там куртка она они может могут быть старенькие там куртка может быть течь каску можно хоккейную одеть самое главное как бы в нашем виде спорта это твое умение удовольствие как бы получаешь тогда когда тебе комфортно если ты допустим ну сэкономил там на таком снаряжении как костюм просто приедешь весной замерзнешь будешь постоянно испытывать дискомфорт как ты считаешь насколько прав я какой-то барыга ну ладно как бы я думаю что тут опять это вопрос о приоритетах просто если у тебя нет денег я думаю что можно купить дешевый костюм а на оставшиеся деньги просто поехать в место где ты максимальное количество часов на плаваешь на алтай на кавказ другие горные местности есть такое мнение то есть что нужно ехать обязательно кататься куда-то в другие регионы у меня мнение такое что какой-то база уровень лучше как накатать на домашнем споте не тратить слишком много денег и времени чтобы ехать сразу тренироваться там пересекать струю например выходить из улова и заходить в улова на алтай а на алтай нужно ехать уже в состоянии таком подготовленном получить какой-то базис на ближайшем домашнем споте в данном случае у нас допустим на риуне а на алтай ехать уже за как бы искусством сплава то есть именно протяженного длинного какой-то дистанции а не просто технических техническое освоение технических навыков на какой-то струе на одной я думаю что ты абсолютно прав я думаю что для и изучения базовых элементов управления лодкой не нужно обязательно куда-то далеко ехать то есть даже на равнинной части нашей страны есть небольшие речки со струйками и со сбойками москва это равнинное место то есть все тренируются на сходне самые лучшие каякеры находятся в москве дима вообще сказала было интервью с димой мудрисом он сказал что он как каякер вырос на гладкой воде такое вообще возможно как думаешь ну до какого-то уровня до но в любом случае понимание струй и понимание бурной воды приходит только мне кажется ну как бы вот момент сплава я считаю что в любом спорте ты должен все время прогрессировать как только ты останавливаешься ты начинаешь деградировать чтобы прогрессировать тебе нужно учиться чему-то новому то есть нужно постоянно повышать небольшую планку в чем-то в чем-то или в прохождении или допустим в скорости ну то есть нужно все время чему-то новому учиться если тебе это становится неинтересно ты начинаешь деградировать еще такой важный для мне кажется момент то есть вот грубо говоря человек закончил бассейн потренировался в бассейне покатался у себя первый регион который бы ты посоветовал но в россии скажем так для новичка куда вот поехать новичку первый выезд на сплав всем на алтай я думаю что я думаю что алтай он не просто я я вам говорю про алтай не просто алтай это место где в 90-е годы сохранилась преемственность поколений это не просто так произошло просто это реально это центр водного туризма нашей страны это не кавказ не камчатка не средняя азия что такое алтай алтай это настоящая россия менталитет людей нормальный и очень большой выбор речек то есть от самых а самого нижнего класса до до да 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 от самого нижнего класса до очень хорошего класса речек было бы интересно я думаю новичкам послушать какие реки допустим ну ты вот на алтай подсказал бы класса 2 класс 2 класс 3 я считаю что алтай состоит из трех ярусов гор это низкие горы пред горе алтая средние горы это примерно горы высотой две с половиной тысячи метров и высокие горы это вот центральные хребты алтая это вот ну район белухи северо чуйского хребта вот и но простенькие речки практически они находятся во всех ярусах но в нижнем ярусе довольно много рек класса 3 ну например это сима черга булухта река песчаная притоки песчаной а ну и верховья черыша ну в среднем ярусе можно назвать вот все притоки катуни нижней части и ломан курсу вот в верхнем ярусе гор это спокойные участки таких речек как чулышман башкаус и чуя это тоже простые участки везде довольно простая логистика поэтому как бы очень много народу туда приезжает я думаю что для прогресса алтай это просто маст хэв а вот для безопасности что лучше ехать каким-то своим коллективом самостоятельно сразу как бы осваивать самостоятельный сплав или брать допустим местного какого-то гида это вот твой опыт вы когда ездили я думаю что тогда наверное убрали гидов не брали когда вы куда-то не слушайте но тогда не было толковых каякеров местных и ну были водные туристы то есть ну катамаранчики с ними было не вариант сплавляться у нас была своя скорость свой формат но я думаю что на сегодняшний день надо это самое оптимальное брать местного гида который просто за ручку вас проведет по самым интересным местам потому что местные лучше всех знают где какой уровень в реках и как туда быстрее попасть по каким дорогам то есть многие ездят по ну по классическим маршрутам там по чуйскому тракту и сворачивают я вот допустим знаю более короткие дороги через там перевалы там полноприводной машине и ты попадаешь на речке там не надо доехать там 250 километров 350 через 50 километров пересекаешь перевал и очень быстро попадаешь на новую речку уже что число на алтай с инфраструктуры там это все только палаточные лагеря сейчас нет сейчас я думаю что алтай просто превращается как весь мир превращается в центральный парк культуры и отдыха нашей страны слишком много людей не очень хорошего формата такие скажи охарактеризовал бы такие алкотуристы которые приезжают там купаты пожарить с пивом очень много мусора после себя оставляет они не имеют никакого отношения к туризму вообще особенно к таким техническим видом спорта как наш вот и весь алтай это такое засилье баз но потому что местные жители это только на этом зарабатывают вот поэтому сейчас места вот с палаточными лагерями это скорее всего такой нонсенс то есть довольно сложно места сейчас найти для дикой для диких стоянок потому что везде все загорожено везде нужно платить деньги но если вы возьмете местного гида я думаю что он скорее всего найдет это место а сервиса там вот ну то есть если даже плати деньги там какой-то сервис есть или это Ну, это домик, тебя могут в кафешке накормить, как бы, ну, такой, домики бывают и простенькие, и бывают и дорогие гостишки, то есть, пожалуйста, но я считаю, что мы все-таки не зимой путешествуем, а летом, и как бы все-таки в палатке жить более комфортно, потому что мы там после сплава приходим, нам нужно посушить вещи, нам нужно место, развесить свои веревки, поэтому на базе это будет не очень комфортно, и своей компанией, как бы, когда никто не мешает, это тоже довольно большой плюс. Ну, да, плюс пресная вода, потому что, допустим, мы когда будем путешествовать по Крыму, там база воспринимается как ключ с пресной водой, помыться даже, потому что в море мыться не очень комфортно, а тут, когда у тебя пресная вода, грубо говоря, под ногами везде. Я читал одну книжку про историю Алтая. Местные жители, когда у них наступало лето, наступал всеобщий праздник, я думаю, что следовать этой традиции. Кстати, про книжку, я вот вспоминал с тобой вчера в разговоре или сегодня, по такую книгу, сольфеджио белой воды, ну, допустим, когда я прикоснулся к whitewater каякингу, для меня это была, как бы, ну, там, практически библия, да, какой-то букварь, вот. Насколько она сейчас актуальна, как ты думаешь, и насколько стоит ребятам почитать ее, новичкам? Ну, немножко про историю этой книжки. Валентин Юрин как бы ничего нового не изобрел, он просто взял за прототип книжку Вильяма Нилли «Каяк», которая была написана офигенным языком с комиксами. Вот, я думаю, что в первую очередь стоит исследовать ее, ну, а просто Валентина Юрина книжка, это просто перевод на русский язык, тоже с картинками. Я считаю, несомненно, она актуальна, то есть базовые элементы знаний каякера, ну, я думаю, должны начинаться с этой книжки. Благодаря этой книге мы очень долго осваивали эскимосский переворот рычагом в бассейн, потому что, ну, мы двигались четко по главам книги. Да, Валентин Юрин, он как бы такой, как сказать, последователь вот этого эскимосского переворота, ну, ладно, как бы, я его лично не знаю, но, как бы, ладно, оставим это. Вот, сейчас вот вышла книга Антона Свешникова «Безопасность на воде», сделала, ну, как бы, на меня произвела впечатление эта книга тем, в первую очередь, что она объединила, как бы, whitewater общественность, все там проспонсировали, собрали деньги, хотя мне кажется, что, в принципе, собрать деньги среди каякеров довольно-таки нетравиальная, ну, задача сложная. Вот, а Антоха, как бы, попал в тренд, и у него все это получилось. Что думаешь по этому поводу? Читал ли книгу? Может, Антоха тебе подарил, может, и купил? Или не видел, еще не держал в руках? Ну, я видел рекламу, но я еще не изучил этот предмет. Не изучил? Ну, что, Антоша молодец, ну, я считаю, что Антоша конъюнктурщик, адский конъюнктурщик, как бы, подстраиваться под обстановку, молодец, как бы, сейчас такое время, как бы, кто подстроился, тот молодец. Вот, ну, не знаю, как бы, насколько это, как бы, привнесет безопасности в наши ряды, но я думаю, что человек, который занимается серьезно бурной водой, он должен просто, как бы, какие-то азы безопасности точно знать. Ну, Антоша, как бы, для популярных масс объяснил, что такое, что можно делать на воде, что нельзя. Я так надеюсь, в этой книжке написано. Хорошо, изучу обязательно. Вот, также он курсы проводит. Я вот был на курсах, честно скажу, ну, мне в целом очень понравилось, потому что у него сделано, ну, как бы, я так понимаю, он взял американскую школу какую-то, там, европейскую. Ну, да, он долго с каким-то англичанином проводил курсы по безопасности, я думаю, что после этого он решил, как бы, все это и изложить на бумаге. Антоша, он уже книговед, как бы, я думаю, что у него хорошо получается складывать слова, поэтому я думаю, что, ну, да, он, как бы, занимается своим делом, он и молодец. У меня лежит книга, я поучаствовал, потому что я считаю, что нужно вообще поддерживать любые здравые направления в каякинге, ну, то есть, на самом деле, стараюсь тратить деньги на каякинг, ну, сам, потому что я сам занимаюсь развитием и своим личным примером подавать. Поэтому, как только Антоха заявил то, что он выпускает книгу, я сразу попал в первые 100 человек, чтобы ее купить, перебрести. Она у меня лежит, я еще не читал, Антоха, какая, все, вот, ну, обязательно полистаю и прочитаю, и потом сделаю какое-то свое резюме. Вот, но выглядит все достаточно качественно с точки зрения полиграфии, я уже полистал картинок, вот, какие-то, может, еще книги посоветуешь, может быть, какие-то фильмы еще посоветуешь. Вчера там у нас звучало, ну, одно обучающее, как бы, кино. Что посоветуешь, посмотреть, почитать ребятам, начинающим, может быть, что-то посоветуешь уже опытным ребятам? Я думаю, что нужно читать художественную литературу и воспитывать в себе дух, в первую очередь, как бы, всякие технические моменты. Как бы, я давно уже не смотрю Whitewater киношки, потому что, как бы, вся суть их сводится к тому, что, ну, как бы, хорошие каякеры, которые плавают там по всему миру, им нужно как-то оправдывать, как бы, вот эти вот затраченные средства и время. Они же там не занимаются производством, они, как бы, занимаются доминированием Whitewater тусовки. Ну, как бы, это, как бы, вишенка на торте, вот эти фильмы. С тобой согласен, абсолютно. Я, кстати, тоже перестал смотреть, у меня был начальный такой запал, когда я начал заниматься, и мне было интересно. Сейчас я смотрю, ну, не смотрю, потому что, во-первых, ну, я стараюсь, обучающего материала в этом никакого нет, а просто посмотреть, как кто-то круто катается, круче тебя, меня, как бы, даже это вызывает некое раздражение. Ну, вот, видишь, ты согласен со мной, поэтому, как бы, да, просто показывать, у кого длиннее, там, у кого по колено, это, ну, как бы, никому не интересно. Я тоже могу так сделать, но этого не делаю. Всегда, когда смотрю такой фильм, я думаю, смогу ли я так, понимаю, что в ближайшее время не смогу, и хочется посмотреть что-нибудь, или пойти вообще лучше покататься всегда, но если нет возможности покататься, посмотреть что-то такое, ну, чтобы там технически свой уровень повысить, возможно. То есть такого сейчас тебе в последнее время не попадалось обучающего, свежего, ничего. Или ты вообще сейчас с интернетом, как бы, не... Ну, я... Почему, почему с интернетом, ты что, уж совсем нет, нет, я уж нет, а не колхозник. Я читаю, ну, другие книжки, про историю очень много читаю. Я начал заниматься с 2010 года, 12 года, полетами на параплане. То есть я сейчас смотрю всякие технические фильмы по этому виду спорта. Ну, и, как бы, провожу аналогии с Whitewater, и очень много там общего есть. Давай, может, перейдем еще к такой достаточно серьезной теме, которая тоже всех будоражит, как бы, будоражит обычно как раз перед началом сплава. Безопасность. Были ли у тебя какие-то ЧП в твоих, ну, при твоих сплавах? Гибли ли люди? По каким причинам, если это было? Как ты вообще относишься, ну, насколько ты считаешь каякин опасным видом спорта? Потому что многие считают, что каякин – это максимально опасный вид спорта. Я вот не согласен с этим, потому что смертельные случаи достаточно нечисты, а травматизм минимальный, на самом деле. Таких серьезных травм, ну, там, рассечения какие-то, ушибы. Ну, я не изучал статистику, я не изучал статистику, но я думаю, что среди опытных водников несчастных случаев, ну, не то, что нет. Ну, их не так много. Вот. Просто люди, которые обладают каким-то запасом знаний и знают, что делать, они стараются не попадать в нехорошие ситуации. Как бы, в моей практике, ну, на заре моей карьеры, как бы, водной, у нас были несчастные случаи. Я выступал, ну, как сказать, труповозом. То есть я разруливал все эти ситуации уже после того, как все случилось. Ну, это было давным-давно, то есть это было еще, ну, когда не было никаких там каякеров, это были там туристические походы на катамаранах. То есть руководителем там я тогда не был, но я пытался получить опыт вот этот вот, что нужно делать, вот если уж такие вещи происходят. Конечно, это очень такие нехорошие ситуации, но, как бы, у меня, я его приобрел, этот опыт. И я сейчас в своей практике стараюсь просто этих ситуаций не допускать. То есть я, ну, предвижу несчастье уже там за два шага и стараюсь просто этого не допускать. Поэтому многие, и я в том числе, многие инструктора по вот водным видам спорта, да и не только, они иногда очень сильно эмоционально выгорают и начинают кричать на людей. То есть это не просто так, потому что они злые, а потому что они знают, чем это может все закончиться. Ну, такая тема, она всегда тяжелая достаточно. Потому что, как бы, нет ничего хуже, когда ты поехал с друзьями получить удовольствие покататься, а в итоге везешь груз. Ну, я бы, я бы, скажем так, привел к этому, чтобы все было безопасно, должен быть, не должно быть никакой демократии в группе на воде. То есть на берегу, пожалуйста, на воде всегда есть один единственный человек, руководитель, главный руководитель этого проекта, который понимает всю опасность и принимает решения. И все должны слушаться именно его, без всяких споров. То есть как только начинается бардак в группе, начинается фигня. Нужно всегда вот следовать за словом самого опытного человека. Ну, потому что, ну, это будет самое правильное. Ну, собственно, и все. Никакой демократии, диктатура. Может, какие-то правила есть? Вот я руководитель группы. То есть, первое, я автократ на воде, да? Так. Демократ на суше. Так. Еще какие-то? Ну, с местными очень надо быть лояльно. Потому что многие несчастные случаи происходят из-за конфликтов с местными. То есть за всю мою деятельность я научился просто ладить со всякими разными людьми. Вот. Я сейчас прекрасно просто себя чувствую там, ну, в Сибири, вот среди этих тюркоязычных народов. Потому что я прекрасно представляю, как они себя ведут и о чем думают. Как бы, если надо бухать, бухаю. Хотят бороться, надо бороться. Все прекрасно. Они меня просто обожают и любят. Интересно. Слушай, может быть, какие-то веселые истории есть с местными, ну, ребятами? То есть у тебя большая география, я насколько понимаю. Там Киргизия, Непал, много-много. Какие-то веселые истории с местными есть? Ну, с местными. Ну, например, два года назад еду я как-то на Чулышман. На своем прекрасном мятом, как газета, уазике. И у меня он ломается. Ну, что-то снизу отпало. Я полез посмотреть. Сзади меня догоняет уазик с местными, которые едут тоже в Язулу. Вот по этой дороге от Улагана до Язулы. Они уже как бы выпили где-то бутылочек пять водочки. И как бы они в очень хорошем расположении духа, очень возбуждены. И один алтаец, который совершенно просто, вот у него лицо такое плоское, как будто сковородкой ему в детстве ударили по лицу. Вот он залазит под машину и говорит, ну, давай я тебе помогу, давай помогу. Я говорю, да ладно, братан, все нормально. И он мне просто говорит, что, не русский что ли? Вот, ну, просто вот этот вот менталитет, как бы он просто радует мне душу. Они просто ведут себя как дети. Ну, один раз в Киргизии человек приехал ко мне, тоже такой выпимши. Он вообще ни слова не говорил по-русски. Я водочки с ним выпил и сказал, дай мне коня покататься. И все, и уехал, часа на два по горам катался. Просто прекрасный Киргиз. Водка является ключевым фактором, какие-то в истории веселых. Водка? Ну, алкоголь. Ну, с местными-то никак, как бы. Я считаю, что, конечно, я не, как это, как слово, я не считаю себя выше, как бы, этих людей. Но они реально находятся на каком-то другом уровне развития. Потому что мы занимаемся более высокими вещами. Ну, просто довольно местным сложно объяснять, зачем мы это делаем. Мы это делаем же не за деньги. Поэтому, как бы, чтобы вот, как бы, сравняться по общению с этими людьми, да, иногда приходится выпить. Мне не нравится бухать, но, как бы, обстоятельства требуют. Ну, и поэтому, как бы, все случается, как бы. Мы мирно живем с ними и, ну, прекрасно общаемся. Перед тем, как, ну, мы с тобой встретились, я немножко, чуть-чуть готовился к интервью. Потому что мы с тобой, как бы, до этого лично не знакомы были. Только заочно я был наслышан о тебе, о твоих подвигах, так скажем. И один мой товарищ, которого я тоже зову на интервью, но он все никак, все никак не может приехать. Вот. Я ему говорю, помоги, ты же должен Василия знать. Он говорит, вот, посмотри фильм, и сбросил мне фильм про вашу поездку в составе украинской группы, еще, по-моему, там. Российско-украинская экспедиция в Непал. В Непал. Мы обязательно ссылочку на этот фильм. Кузбасс-Донбасс, Аруль-2008. Это восьмой год, да? Да, 2008 год. Потому что я, почему, как бы, начал думать, что это где-то около десятый год, потому что весь фильм, есть музыка из-за Нагана, за Страхуй, братуху, там, на мотив этой песни. Да, на мотив этой песни. Огромная работа проделана, видео просто шикарное, держит с начала до конца, если какие-то моменты. Да, мне казалось по видео, что там было просто, постоянно был какой-то кураж у Вас. Вы там что-то веселились? Расскажи немножко про поездку про это, а мы потом видео добавим, и люди смогут, ну, более, как бы, прочувствовать кино. О, слушайте, ну, это был, конечно, мега-проект, и он впечатлил не только меня, а многих непальских гидов. Потому что после этого таких проектов никто не делал. Это была совместно, ну, российско-украинская экспедиция. Идея этого проекта принадлежит Олегу Захарову. Это город Новокузнецк. Это такой известный там турист в Кузбассе. Вот. Откуда вообще идея эта появилась? То есть, долина речки Арун, это тропа к горе Макалу, восьмитысячнику. То есть, в Кузбассе было очень много альпинистов, которые ходили на эту гору, и раньше там не было автомобильных дорог. И просто, чтобы сократить вот этот путь обратно, ну, домой в цивилизацию, решили сплавляться по вот этой речке вниз. Вот. Ну, и, как бы, альпинисты нашли водников, как бы, они стали осуществлять попытки сплава по этой речке. Но река оказалась не то, что этот путь не только, намного не проще, а даже сложнее, чем восхождение на эту гору. То есть, это одна из рек, которая стекает с Эвереста, с северной стороны, пересекает Гималайский хребет. То есть, там, во-первых, огромный расход, огромный перепад, какие-то страшные пороги. И вот в 2008 году они еще умудрились попасть в муссонный период. То есть, это был супер пик воды в мае. Увы, ты же тоже был участником экспедиции. Да, я был участником экспедиции. Мы туда забрасывались пешком, ну, то есть, какую-то часть мы проехали на джипах. Потом мы шли пешком по вот этим непальским тропкам. И с высоты километра я наблюдал просто за речкой и просто думал вообще, как можно по ней плавать. То есть, с высоты километра она уже вызывала у меня какие-то сомнения. Да, это была просто, несомненно, мега-экспедиция, потому что бюджет был какой-то гигантский. Олег Захаров приказал, как бы, всю еду, которая бегает, прыгает, кукарекает, там, блеет и хрюкает, везти на казнь к нему в лагерь. И, как бы, 20 портеров, которые несли там наши трусики-маячки, генератор для освещения, бензин, наши личные вещи, весла запасные. Вот, они вели на поводках кур, свиней и коз, чтобы мы ни в чем не нуждались. И местные жители просто бежали в ужасе от этой демонстрации вот этих вот, я не знаю, голодных русских, что ли. Вот. Но было весело, правда, было весело. Было тепло, несмотря вот на эту горную местность, вода была теплая. Я сплавлялся, ну, практически голый, то есть у меня была майка, юбка, то есть, и мне не сковывало ничто движение. Я был очень хорошо раскатан, я уже два месяца сплавлялся. А было два каякера? Да, да, Леха Маркушев. Но Леха Маркушев вначале дернул руку и не смог сплавляться, и поэтому с двумя бубликами был только один каякер, это я. Вот, смотри, там было два бубля, ребята посмотрят фильм и обалдеют, потому что там такие объемы воды, что бубли просто как мячики теннисные там в струях жуава. Ты на каяке прошел всю ту же дистанцию или нет, или что-то ты обносил? Какие-то пороги я обнес, но совершенно ничтожную часть, то есть я обнес большой порог, но потому что это было нереально ни на каком каяке. Просто там огромный перепад и огромный расход. И все, практически все остальное я проплыл. То есть вначале у меня сомнения вызывали, но на каяке какие-то линии вдоль берега по канализации, потом трайверс к другому берегу, в принципе это возможно. То, что самое важное, то, что мне нравится в каяке, это за счет того, что он маленький, все-таки всегда ему можно придать какую-то положительную скорость. И ты можешь всегда выбрать... Да, за счет маневра ты в безопасности. И всегда можешь выбрать какие-то линии, которые нельзя выбрать на катамаране, тем более на бубле. Да, я считаю, что каяк это венец эволюции водного туризма. Кстати, вот в книге «Сольфеджи белой воды» там все приводилось наоборот. То есть человек, который писал, возможно он был катамаранчик, он говорил, что каяк это начальная точка, а вот многокорпусное судно с четырьмя грибцами, вот это очень сложно. Я с ним в принципе согласен, потому что четыре человека, когда... Это гораздо сложнее управлять, наверное, судном, когда четыре человека. Ересь. Ересь? Ересь, сто процентов. Ну, меня, честно говоря, почему-то многокорпусные суда, и в целом суда, где несколько грибцов, меня никогда не причали. Я бы, может, прокатился на двойке по фану где-нибудь. Просто, ну, мне кажется, это прикольно. Ну, так что у нас, вот Ваня Козлочков и Сережа Ильин, они уже брали у меня топаду и плавали. А ты малыша, все у них прекрасно. По пику воды все, они просто веселились, с большим удовольствием они проплыли. Вернемся, кстати, вот ты сейчас затронул опять мажой. На твоей памяти сколько людей проходило на Спасике его? Ну, самое эпичное прохождение, я считаю, что сделал Сережа Дзю. Он вылез в Президиум и практически до разминки доплыл по собачьей. Отделался испугом? Отделался испугом, но он местный тертый калач, как бы, что я думаю. Но рано или поздно, конечно, если он так будет делать, он утонет. Понятно. Вот на твоей памяти у меня тоже был случай на очень простой, в принципе, реке. Но человек устал и захотел сойти, то есть с дистанции. Я говорю, все, оставьте меня, я здесь подожду, вы меня заберите потом попозже. Там была доступность. Были такие случаи у тебя, когда человек пошел, вышел на реку, проплыл какую-то дистанцию. И, как бы, что-то с ним случилось, психологически он сломался и пришлось как-то этот вопрос решать. Да, таких случаев было несколько. Я считаю, что, как бы, этому человеку нужно публично просто подойти пнуть в живот, как бы, чтобы все остальные испугались и больше так не делали. Посадить его в лодку и заставить закончить все-таки, как бы, этот маршрут. Все-таки никогда нельзя спускать, мы тоже не отпустили человека, потому что... Потому что все эти спасработы по вытаскиванию его из каньона, неизвестно где, а они просто... Ну, это, как бы, разделение группы, осложнение спасработ. Поэтому пускай он лучше на спасжилете проплывет эту речку. Это будет все-таки дешевле, как бы, боится, да и хрен с ним, это его проблемы. Как бы, в сложные пороги не надо его запускать, но лучше вот протащить. Так, это будет безопасно. Однажды, вот, Андрюха Еремин у нас ушел, вот, моей было ошибкой то, что я отправил его одного. Я сказал, иди вдоль реки, он пошел не вдоль реки, а вверх. Все упало, разбился, погиб. Ну, вот, это важный момент, мне кажется, что нельзя оставлять людей. Лучше большим коллективом решать сложную проблему, чем оставлять уже сломленного человека. Да, да, я с тобой полностью согласен, но просто ситуации разные бывают. Просто иногда, ну, происходит какое-то ЧП, люди остаются на разных берегах. То есть, ну, в силу каких-то обстоятельств группа разделена. Но надо стараться все время быть вместе и, как бы, проблемы решать, как бы, тоже вместе. И тогда шансы на выживание появляются. Ну, вот, яркий пример, это группа Черника на китайской речке, как она называлась в этом, в Кунлуне. Ну, вот, их просто, они перевернулись, их раскидало, и, как бы, люди поодиночке выживали. Они, конечно, очень опытные были люди. А, это, про который фильм есть, да? Да, да, да. Да, да, все понял. Там, да, там кто-то все-таки погиб, да, по-моему? Там погиб, погибли, по-моему, Черника погиб. Вот, слушай, какие самые нелепые вопросы тебе перед сплавом задавали? Ничего не припомнишь? Мы просто как-то сидели, когда это был мой второй выезд на Рионе, мы сидели как раз, вот, сейчас зрители не видят, вот там вот пляжик, мы сидели, и Стас Клянюк проводил с нами какое-то занятие, показывал нам, как выходить на строю. Я говорю, Стас, какой самый нелепый вопрос тебе задавали? Он говорит, что будет сделать, если, что делать, если у тебя голова застряла в камнях? Ну, это нет, ну, это просто надо извратиться, как бы, таких вопросов. Ему такой вопрос задали, и мы сидели, пять человек, которые вообще никогда об этом не думали, я прямо увидел, как на лицах людей в этот вопрос завис, ну, то есть, что же делать? И уже, я смотрю, уже энтузиазм пропал. Ну, что делать? Молиться и в трубу дуть. Ну, самый тупой вопрос задают обычно гаишники, они такие останавливают машину с лодками, спрашивают, что такое? Я говорю, санки. Кстати, знаешь, я тебе скажу, что я, как большой поклонник покупки каяков Савита, один раз видел объявление на севере, где-то, ну, Ханты-Мансийский округ, парень продавал два Нески, там, по 10 тысяч, по-моему, по 15, который использовал, как волокуши. Очень долго, за бураном, просто, он говорит, состояние идеальное, возил, там было, ну, чуть-чуть поцарапано об снег, какие-то тарусы, говорит, возил, просто в них груз за бураном. Как они ему попали туда? Молодец. Ну, наверное, это самое, в плен взял этих самых каятеров, каких-нибудь басурманских, и съел. Вот, а лодки взял, ну, как трофей. Да, конечно. То есть, что народ, то есть, ну, смотрит, хорошая полиэтиленовая мыльница. В итоге, кстати, лодки, насколько я знаю, уехали в Москву, и там, наверное, где-то сейчас катаются. Давай немножко чуть, я не знаю, что для тебя это не так важно, но это важно для меня и важно для зрителя. Немножко про снарягу поговорим, чуть-чуть. Твоя любимая лодка? Ну, я уже взрослый и большой мальчик, поэтому я предпочитаю сейчас такие широкие лодки, чтобы они повыше сидели. Ну, ты про Whitewater говоришь? Да, про Whitewater. Ну, вот мне вот нравится вака, там, любая вака, как бы, ну, не узкая только, то есть, можно, первая Туна, вот сейчас я плаваю на OG, как бы, хорошая лодка, как бы, комфортная. Она, может, не очень быстрая, но зато в таких суровых условиях, например, в поводок, она не так глубоко сидит, и на ней довольно легко сплавляться. Ну, ты в основном катаешь класс 3, 4, 5, ты, наверное, класс 1, 2, ты вообще не застаешь. Ну, конечно, как бы, мне нужно, как бы, удовольствие получать, зачем это самое, если я живу в таком регионе с хорошими речками, зачем... И имеешь такой опыт. Да, и такой опыт, зачем мне плавать по простым речкам, я плаваю по интересным речкам. Вопрос. Новичок, он выбирает первую лодку, допустим, я сейчас, может быть, ну, поправишь меня, мне интересно твое мнение. Сейчас новички приходят, я говорю, хочу первую лодку, что взять? Я говорю, берите какую-то малообъемистую лодку, либо там старые какие-то Нески, или берите лучше игровуху свежую, потому что мы катаемся 90% времени на Ревуне, летом, когда здесь мало воды, на большой лодке вы ничего не поймете. Берите маленькую лодку, вас будет покусывать, вы на ней будете заезжать в каждую струйку, вот, и потом, когда уже начнете ездить регулярно на Алтай, там, на Кавказ, берите уже большую лодку, вам, как бы, Ну, потому что там много воды. Насколько я прав? Ну, смотри, я считаю, что ты прав, абсолютно, но можно и большую лодку не покупать. Большая лодка, это просто уж совсем для комфорта или для работы, если ты с Эфити работаешь. В принципе, игровуха, я вот тоже склонен к игровухам, то есть на игровухе, ну, что значит игровуха? Это вот лодки типа Аксиома, типа Брапа, типа Рипера, вот такая лодка. У них есть скорость, у них объем в носу, плоская корма, плоская корма позволяет очень быстро развернуться. Вот, но тут надо подбирать именно по весу, чтобы она не тонула под тобой. То есть, если, ну, ты в эту весовую вилку хорошо входишь, то, конечно, ты этому новичок быстрее научится. Почему? Потому что лодка узкая, ее очень легко наклонять. То есть, а каякинг, это, в первую очередь, работа с кринами, как бы длинная, скорость она держит. То есть, это вообще прекрасная лодка. Как пример я могу привести, что на игровухе, на Аксиоме мы плавали и мажой, и вверх-вниз по большой воде. Я плавал даже в экспедицию на Караге Маргут на Аксиоме. То есть, можно лодку даже и не менять. Это просто офигенная лодка и для обучения, и для фана. А если вы плаваете там до класса 3, то это просто единственный выбор правильный, это игровуха. Весло. Это вещь такая, короче, кажется очень дорогой всегда. Но, на самом деле, очень дорогая. Я только оценить начал качество весла. Только вот, может быть, в прошлом году, первые два года, мне казалось, что все весла примерно... Дешевое весло примерно так же, как алюминий плюс пластиковая лопатка примерно то же самое, что карбон. Я, честно говоря, разницу не понимал вначале. Сейчас просто мне дали тут весло алюминиевое, и я с ним проехал чуть-чуть. И просто, ну, такое ощущение, что я палкой греб. Вот. Что ты думаешь про весло, про первое? Вообще, стоит ли сразу брать стеклопластиковое весло? Или можно первое время покататься с алюминькой? Нет, я думаю, что весло сразу должно быть нормальное, и надо стараться покупать композитное весло. Не алюминиевое, там, с полиэтиленовыми лопатками, а композитное. Но не надо обязательно верхнюю модель покупать. Можно посмотреть отечественных производителей, или купить бэушное, ну, там, ну, если оно не очень, там, убитое. Величина лопатки, это вопрос, который меня самого волнует сейчас. Я так, как бы, когда первое весло покупал, смотрел просто большие лопатки. Сейчас я покатавшись, мне кажется, склоняюсь к средним размерам. Правильно ли я делаю, и как вообще определить, ну, там, длину шафта уже более-менее понятно, как определить. А как определить размер лопатки, той, которая для тебя нужна? Ну, я думаю, что все зависит от веса гребца. Чем больше вес, тем больше лопатка. Чем больше лопатка. Чем больше лопатка. То есть, если ты легкий, лучше, конечно, взять поменьше лопатку. Если ты потяжелее, то лучше побольше лопатку. По шлемам, что-то, как ты сказал, хоккейный шлем. Насколько это правильно? Ну, это неправильно. Просто, смотрите, как бы, если есть деньги, то лучше купить, там, верхнюю модельку, потому что это, ты практически покупаешь ее на всю жизнь. Потому что этот шлем, то есть, нужно подбирать, чтобы тебе было удобно. Комфорт – это, да, это удовольствие твое. И есть шлема, ну, такие универсальные, в которых можно и зимой кататься на лыжах. Я в своем на велике катаюсь. Да, и летом, ну, на велике, например. То есть, можно купить универсальный шлем. Это, во-первых, как бы красиво. Во-вторых, удобно и безопасно. Поэтому лучше, я склоняюсь к верхним моделькам дорогим. Если есть денежки, надо сразу купить такую. Ну, и последнее, что такое у нас из того, что прям важно-важно, спасик. Я, честно говоря, руководствую спасики. В первую очередь, я смотрю на карман. Потому что все спасики современные, в принципе, они хорошо держат. Если мы говорим про какие-то модели импортные, и даже наши отечественные, типа Тулума. Для меня важен большой карман, я привык. У меня там дофига всякого барахла полезного. На что ты смотришь, когда выбираешь спас-жилет? Я смотрю на материал, на наполнитель. На пену? Да, на пену. АРХ там самый дорогой материал. Поэтому надо покупать спасики. На что влияет? АРХ это просто удобство. То, что тонкая пена? Да, она не тонкая, она очень мягкая. Ты при гребле просто не замечаешь, что на тебе спас-жилет одет. То есть, отечественные, допустим, спасики. Я говорил, это не в приоритете. Первоочередных элементов снаряжения. То есть, это уже вторая часть по приоритету. Но материал, ну, конечно, карман. Да, они все с карманами, все жилеты. То есть, я думаю, что в первую очередь надо смотреть на материал, чтобы он... Ну, и померить, конечно. Чтобы он сидел нормально, чтобы он тебе не мешал. Именно одеваешь его, садишься в лодку и смотришь, где он тебе давит, регулируешь. Ну, карман, да, как бы что-то много, просто в него складываешь. В Палмовский вообще, там, я не знаю, килограмм пять можно положить. Стропорез ты возишь с собой? Ну, это уже вопрос о безопасности. Это лекция про безопасность. То есть, обычно в жилете, как бы, минимальный набор по безопасности должен быть. То есть, это желательно мультитул, потому что это не только нож, это инструмент для починки до всего. Это просто ремнобор в одном ножике. Это обязательно ножик, обязательно. Иногда надо будет резать что-то. Вот, это обязательно карабин с муфтой, желательно. И обязательно, ну, желательно это ролик. Потому что я много раз занимался с пасработами лодок, которые зажаты под водой глубоко. И через карабин веревка рвется. Только обязательно... Полиспас, да. Да, полиспас через ролик. Через ролик у тебя увеличивается усилие, там, в два раза. Если два ролика, там, в четыре раза. Ну, и можно еще такую стропу, ну, вот, обычную, вот, такой длинный, такое кольцо, как бы, то есть, ну, такую оттяжку длинную. Она тоже иногда нужна. То есть, вот такой минимальный набор здесь должен быть. Трамвайчик ты возишь с собой? Конечно, как бы, если ты сопровождаешь группу, как ты будешь буксировать лодку по берегу, трамвайчик должен быть у всех в группе. Ну, вот я тоже так это унассаю, потому что бывает, что он не слогу, но поймать даже в возере. То есть, морковка, карабин, ролик, оттяжка, мультитул, трамвай, ну, и мозги. Ну, это мы говорим, конечно же, про сплав. На ревуне, допустим, половина этого всего не нужна. Ну, морковка нужна, понятно, ролик там. Это условия хорошего тона, чтобы у тебя все это снаряжение... Ты просто привыкаешь, что вот этот минимальный набор должен быть всегда, потому что все вот форс-мажоры происходят на ровном месте и не знаешь, когда. Все это у тебя должно быть в наличии. Ты просто, если будешь обладать вот этим снаряжением и знаниями, ты довольно быстро решишь, ну, проблему. Основные все проблемы, которые могут возникнуть. Мне очень приятно было с тобой пообщаться. Очень классно, что у меня есть... Работа позволяет встречаться с такими интересными людьми. Очень хочется с тобой покататься уже не только на ревуне. Я вчера чуть-чуть с тобой прокатился, даже не считается. Я так считаю. Очень хочется приехать на Алтай. Еще раз хочу сказать, что мы обязательно прикирепим расписание твое к посту. Будем надеяться, что к тебе приедет побольше людей. Вот. От себя и от нескучного русского хочу тебе подарить футболку вот такую, которую с картинкой к ледоколу. Футболку рисовала Алона Буслаева. Ох, какая красивая футболочка. Вот. Это тебе. Ой, спасибо. Спасибо. И я хочу, ребята, разыграть точно такую же футболку. Среди всех подписчиков канала получит такую же футболочку один из людей, который правильно назовет, сколько раз фамилию Васи Порсева упоминали в интервью Антона Горельцев, Стас Калинюк и Дима Мударисов. Пишите в комментариях, сколько раз упоминалась фамилия Васи Порсева. И мы, если будет несколько человек, мы сделаем небольшой розыгрыш. Вот. Ну и следите дальше. Будем работать для вас. Кому интересно, каякеры хотят с нами поговорить. Приглашаем. Пока-пока. Пока-пока.